Многие из нас уже много лет являются христианами. Многие из нас ходили в церкви, были верны Господу, читали Библию, постились, молились, помогали окружающим, но что-то упускаем в своей жизни. Нам не хватает любви. Поскольку нам не хватает любви, это заставляет нас переходить из одной церкви в другую. Неплохо, если ищешь исполнение Божьих обетований для своей жизни. Но плохо бежать от своей семьи во Христе, потому что тебе не достает любви, потому что тебе не хватает любви. Слово Божье учит нас сегодня, что любовь — это жизнь. Если мы упускаем любовь, мы упускаем жизнь. Можно всю жизнь прожить в церкви, будучи христианином, будучи чадом Божьим, но упустить жизнь. Почему? Потому что ему не хватает любви. Он не позволил Слову Божьему действовать в его сердце. Итак, как сегодня мы проповедуем Слово Божье, учим Слову Божьему. И это Слово Божье приходит к вам как семя. И любой из вас, у кого нет любви, это семя не может вырасти. Мы должны любить наших врагов. Это трудный вопрос. Как можно любить человека, который весь день думает только о том, как сделать тебе плохо? Как сделать тебе зло? Как можно любить такого человека? У меня есть хорошие новости для вас сегодня. С Богом все возможно. И когда Иисус пришел в этот мир, все любили Его и принимали Его? Разве все говорили, «Иисус, добро пожаловать в этот мир! Мы любим тебя! Приди и спаси нас, приди и спаси! Приди и стань спасителем мира!» Или некоторые из них искали способ убить Его. Поскольку люди были против Иисуса, искали способ убить Его, заставило ли это Иисуса разлюбить их? Вот почему, когда Иисус пришел в этот мир, Он не проповедовал нам религию. Христианство — это не религия, это отношения. Иисус Христос никогда не проповедовал нам религию. Он никогда не приходил для того, чтобы установить религиозную догму. Религиозная конфессия, что мы должны быть католиками, или мы должны быть православными, либо мы должны быть пятидесятниками, либо мы должны быть евангелистами, или мы должны быть протестантами, или кем-то еще, я даже не знаю, сколько их. Религия все эти годы заботилась о том, чтобы разделять тело Христа по всему миру. У некоторых людей их служение, как они это называют, состоит в том, чтобы разоблачать других служителей Божьих. Это их служение. Да, я здесь, чтобы разоблачать. Это мое служение, говорят они. Мы этого не понимаем, такое служение лишь разделяем. Потому что оно все еще имеет корни в религии. Одно учение полезнее другого, одно служение лучше другого. Делать ли это одно служение хорошим, а другое плохим? Разве вы не читали, что все мы члены одного тела Христова? Может ли каждый быть правой рукой Бога? Может ли каждый быть правой ногой Бога? Может ли каждый быть глазами Бога? Может ли каждый быть устами Бога? Иисус Христос пришел не проповедовать религию. Религия — это то, что убивает движение Святого Духа. Если вы говорите, что вы сильны духовно, если вы говорите, что вы зрелый христианин, вы должны быть в безопасности под сенью его защиты. Вы должны быть в безопасности под его крыльями. Когда кто-то приходит как враг, как противник, вы начинаете видеть в нем дьявола, сатану. «Боже, убей его! Боже, пусть он умрет! Завтра к 18.00 он должен умереть!» Что это за вера, когда хочешь убить ближнего? Библия ясно говорит, что вера действует любовью. Неудивительно, почему сегодня наша вера в христианском мире переживает кризис.